Повышение биологической доступности куркумина Историки со всего мира представили доказательства того, что очевидно, все первобытные народы использовали травы, часто сложным образом. Хинин из корыхинного дерева использовался для лечения симптомов малярии задолго до того, как болезнь была выявлена. И сырые ингредиенты обычных таблеток аспирина были популярным обезболивающим гораздо раньше, чем у нас появился доступ к оборудованию для производства таблеток. Действительно, сегодня многие фармакологические классы лекарств включают прототип натурального продукта, который мы первоначально обнаружили в результате изучения традиционных методов лечения и народных знаний коренного населения. В Южной Азии есть растение под названием адатода, а аду означает коза. Атода означает не трогать, потому что он такой горький, что даже козы его не съедят. Но в нем есть соединения, которые помогают открывать дыхательные пути. И поэтому чай адатода традиционно использовался для лечения астмы, когда листья пропитывались черным перцем. Для меня это звучит грубо. Я имею в виду, зачем им это делать? Потому что они умные. Еще в 1928 году ученые открыли то, что люди очевидно уже знали, что добавление перца усиливает антиастматические свойства листьев. Черный перец не работает в одиночку. Это комбинация. И теперь мы знаем почему. Подобно тому, как примерно 5% куркумы составляет активное соединение, называемое куркумином, примерно 5% черного перца по весу составляет это соединение, называемое пепперином. Куркумин отвечает за желтый цвет куркумы, а пепперин – за острый вкус перца. И это мощный ингибитор лекарственного метаболизма. Один из способов избавления печени от чужеродных веществ – это сделать их водорастворимыми, чтобы облегчить их вывод из организма. Но эта молекула черного перца тормозит этот процесс. И это не займет много. Если дать людям пучок куркумы и куркумина, в течение часа вы можете увидеть небольшой скачок в уровне их кровотока. Причина, почему мы не видим больше, заключается в том, что наша печень активно пытается избавиться от него. Но что, если вы подавите этот процесс, взяв всего четверть чайной ложки черного перца? Тогда вы увидите такой уровень куркумина в кровотоке. Потребляется такое же количество куркумина, но его биодоступность возрастает на 2000%. Даже небольшая щепотка перца, одна двадцатая чайной ложки, может значительно повысить уровень. И угадайте, какой общий ингредиент в порошке карри помимо куркумы? Черный перец. Еще один способ повысить усвоение куркумина состоит в том, чтобы употреблять его как цельный продукт – корень куркумы, свежего или сушеного и измельченного, как куркума. Потому что натуральные масла, содержащиеся в корне куркумы и порошке куркумы, могут повысить биодоступность куркумина в 7-8 раз. При употреблении в пищу с жиром, куркумин может напрямую всасываться в кровоток через лимфатическую систему, тем самым частично минуя печень. А как его готовят в Индии? С жиром и черным перцем. Удивительно, как они могли это выяснить без двойных слепых испытаний. Хотя, может быть, это просто было сделано на вкус и было совпадением. Однако традиционные знания, безусловно, не помогли им с топленым маслом, которое представляет собой практически чистый сливочный жир, что может объяснить их относительно высокий уровень сердечных заболеваний, несмотря на всю куркуму. Продолжение следует...